МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая информационная служба отелерадую компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. На передаче не означался международный жанучный день. Белорусские мужчины веншовали своих женок, матуль, дочек, сестер, усих знаемых представниц судовного полу. Жанчины зараз складают 53,5% насельства нашего региона. У середнем на тысячу мужчин припадает 1150 представниц слабого полу. В подаденных Головного статистического управления Гомельской области сучасная жанчина уступает у шлюбу середнему 25 годов, а заводит детей, прикладно, 27. Причим, опошние некольких годов показывают, что взрослый жанчин при регистрации шлюбу и на роджении первого детяки постоянно повеличивается. В прошедшем году в Гомельской области родилось 18 480 детей. То на 240 детей больше, чем в 2014 году. По-прежнему в Гомельской области мальчиков рождается больше, чем девочек. На 100 девочек родилось 107 мальчиков. Кожная третья жихарка в области мае вышейшую адукацию, а вот с самыми жанночыми профессиями з'являются те, что связаны со сферой адукации, так само оховы здоровья, громадского харчаванья, гостиниц, ресторанов, текстильной и швейной вытворчасти. Однако есть и те, кто примирает на себя безусім не жанночая профессийная амплуа. Так, каждый десятый супрацовник милиции сегодня гэта минавита жанчина. Сюрод працучих дам 9% займают керуючая посады. Шампанское, кветки, выступление Центра моды и прыгажості. У Гомеля отбылся урочистый прием жанчин в области. Кого запросили на сустречу и что казали керавники региона, ведают наши корреспонденты. На дворе еще больше нагадывая зиму, а у фойе областного громадского культурного центра саправдный весновый вернисаж. Некальки десятков картин, які вышел мужчина, полезкий самородок Дмитрий Меляшшеня. Правда, до этой справы его долучила жанка. Спочатку кажа вышивал рушники, потом перейшел на панно. Без жанчин у нас у Вогуле ни одно досягнение не отрымливается. Сирот удельника у приему Надія Иванова, мати Александра Иванова и Киселита будя представлять нашу краину на юрабаченні. Коли б у свой час не убачила талент сына и не подтримала, яшы невідомо, те досягнув бы хлопец таких творчих вышинь. Он с двух лет начал петь, конечно, мы поддерживали, мы сами в семье поющие, все гитаристы, поэтому, не знаю, учили петь, вместе пели. Сирот запрошенных на урашистый прием керавники, предприемства, наставники, медики, экономисты. И усе без выключения мати. Правда, по колькости дятей, сирот їх безумовный лидер Вольга Масолова-Зжитковичу, якую подчас приему уручили орден мати. Зараз у яе пять сынов, и семья, разглядая махчимость, взять на выхование яшы некольких девушинок, які опынулися у складанной житевой ситуации. Тем больше, что семья у жанчины дружная, а усе мужчины клопотливые. Стараются подделки делать, котики уже, знаете, вот эти распустились, которые уже весной, уже что-нибудь стараются цветы летом принести, помогают во всем. Сюня жанчины працуют навод у таких сферах, які яшы недавно лишилися традиционно мужчинскими. У силовых структур Гомельской в области, напрыклад, жанчин-офицеров сюня 250 человек. Дарыши 86 уродженок региона у свой час воевали у Афганистане. И такая лишьба, 12% хирургов так сама жанчины. Прышым, что год кожная з них выконывая не менш як 100 складанных операций. Аля кім бы яны не працавали, усеяны цудовная палова, якую любят за мудрость, цыплыню и пяшшоту. Ради чего сегодня мы живем, творим и стараемся сделать так, чтобы в их жизни были как можно лучшие моменты, и чтобы эти люди и дальше приносили то благое, что они сегодня делают для нас. Поэтому всем здоровья, благополучия и всего самого хорошего. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Восьмого саковика без выключения усе жанчины примали веншаванне. Старшиня Гомельской областной организации, громадского объединения «Белорусский союз жанчин» Галина Пашед сострелась с нашим корреспондентом и отказала на актуальное питание. Здравствуйте, Галина Михайловна. Здравствуйте, Женя. Некрасовская женщина – это идеально героическая русская женщина, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдет. Продолжая эту аналогию, белорусская женщина – она какая? Произведению Некрасова более 150 лет, но оно актуально до настоящего времени. Вообще, мне интересно, через 100 лет что будут говорить о женщине? Но если мы будем говорить о белорусских женщинах, то, наверное, первое, что бы я выделила, это какие качества наших женщин. Это огромнейшее терпение во всем, ко всему. Это доброта. Доброта к людям, доброта к семье, доброта ко всему, что они делают. Ну и, знаете, вот я бы еще отметила наших гомельских женщин, что отличает. Это постоянное стремление к чему-то, к совершенствованию, к развитию. Наши женщины всегда хотят хорошо выглядеть. То есть они постоянно в каком-то поиске, постоянно в движении, в движении именно вперед. Вы как-то в одном из своих интервью сказали, что наши женщины могут все, а мужчины – все остальное. Так все-таки, что делает женщину женщиной? Ну, это сказала не я, а сказал французский писатель Анри Ранье сто лет назад. А я уже просто его повторяю. И действительно, актуальны темы до настоящего дня. Но отвечая на ваш вопрос, что более всего делает женщину женщиной, это, конечно, чувство материнства. И с этим просто, ну, это даже не обсуждается. То есть, продолжая вашу мысль, современная женщина, она, по сути, тянет на себе все. И дом построить, и дерево посадить, и сына с дочерью вырастить. Что же остается мужчине? Ну как же, умная женщина, она всегда будет поддерживать мужчину. Ну, и все-таки, не то актуальность, что мужчина должен построить дом, а женщина должна продолжать там содержать домашний, поддержать домашний очаг. Мужчина вырастил, родил сына, женщина его воспитывает. Мужчина посадил дерево, она его поливает, она ухаживает. То есть, это все как бы неразрывно связанное. Это как единое целое мужчина и женщина. Галина Михайловна, в Беларуси женщин-долгожителей в шесть раз больше, чем мужчин. Вот на ваш взгляд, в чем секрет долголетия белорусской женщины? Действительно, объективная статистика, и она достаточно интересная. И, знаете, задумываясь вот над этим вопросом, вот о чем я думаю. Ну, наверное, это дано свыше. Наверное, Бог дает женщине за то, что она терпит, за то, что она умеет ухаживать, за то, что на ней держится семья. Наверное, кто, как не женщина, может там ухаживать за больным ребенком, за больными родителями, за больным мужем. И, наверное, вот Бог дает ей за это, чтобы она жила дольше, потому что, ну, просто больше некому, как не женщине. Наверное, такая вот объективная данность, чтобы она жила дольше, больше и смогла больше сделать для своих близких. Но вот последняя тенденция показывает о том, что у женщины, помимо того, что она за всем смотрит, за всеми ухаживает, следит за очагом, многие женщины стали очень ответственно подходить за тем, что они следят за собой. Многие занимаются йогой, занимаются пробежками. То есть мы это видим буквально каждый день на улицах нашего города. Как вы все успеваете? Вы знаете, у нас, наверное, есть стимул хорошо выглядеть. Мы выглядим хорошо, в первую очередь, наверное, во имя мужчин. И действительно, это отличительная черта нашей гомельской женщины, что если прийти сегодня в фитнес-зал, бассейн, там большинство женщин. Именно вот такое культивирование здорового образа жизни именно среди женщин. Мы заботимся о своем здоровье. Мы стараемся хорошо выглядеть. Мы ходим в парикмахерскую, мы ходим в массажные салоны, мы ходим к косметологам. То есть, ну, у нас просто, наверное, стимул есть для этого. Да, и тогда будет лучше выглядеть наш общий дом. Вот вижу в последнее время по городу очень много бигбордов. Наш дом – Беларусь, Белорусский союз женщин. Да, действительно. Что это за акция и какие цели вы преследуете, когда ее проводите? Вы знаете, в Гомельской области будет стартовать такая республиканская акция «Наш дом – Беларусь». Что это за понятие, что мы вкладываем? Именно чтобы Белорусский союз женщин хочет внести свой вклад в благоустройство, в наведение порядка, в создание хороших благопатриятных условий на улицах, в дворах, домах. То есть в какой это форме будет выражаться? Для кого-то это будет посадка деревьев, для кого-то это будет какой-то интересный проект, архитектурный, еще какой-то нибудь. Вот так вот решили начать эту акцию с Гомельской области. М. Ханна, спасибо за интересную беседу. И пользуясь случаем от себя, от всех мужчин, которые нас смотрят, вас и вашим лицем всех наших женщин, мы поздравляем с 8 марта. Желаем вам солнечных дней, побольше улыбок, красоты и здоровья. Мужского внимания, да. Главное, чтобы у нас все время было позитивное настроение. И погода так нас радует сегодня. И позвольте нам вручить тогда вот эти цветы. Поздравляем. Спасибо вам большое. Спасибо. Действительно, такой хороший праздник. И, наверное, по степени популярности 8 марта идет, наверное, впереди даже Нового года. А я хотел бы продолжить вашу мысль и сказать, пускай наши женщины чувствуют себя женщинами не только 8 марта, а все 365 дней в году. Спасибо. За вас. Я это только поддерживаю, чтобы мужчины об этом никогда не забывали. Да. Что женщины – это всегда женщины. На Гомельщине зарегистрована самая высокая народжальность за пошния 25 годов. Заразь она складает 13 детей на кожную тысячу жихаров. Миновиты такие дадены нашему корреспонденту Олегу Синсерову поведомили областным родильным доме. Кожный день на Гомельщине нарожается в середине 50 детей. Разом с тем, по словам медиков, есть дни, когда женщины рожать. У парты не жадают. 31-го снежня, 23-го и 29-го лютого, 8-го соковика. В эти дни нарожальность резко снижается, а в некоторых больницах в уголе не мкнется до нуля. Гомельский областный родильный дом – сирот аналогичных установ региона в плане оснащения сучасным обсталеванием, бадает самый передовый. В определенных ступенях это тумачится тем фактом, что сюда, в первую очередь, накируются женщины, которые имеют некие патологии. Олеся Белянкова свою первую дочку народила 14 лет тому, и весь этот час марала об еще одном детяти. Девчинка заявилась на свет на початку соковика и одразу отримала имя «Злата», что значит «золотая». Да, в нашей жизни случилось чудо. У нас на свет появилась долгожданная вторая доченька. Мы ее очень ждали. На самом деле произошло чудо. В прошлом году в Беларуси завершилась реализация державной программы демографической безопасности. На Гомельщине сдолили не только выконать все прогнозные показчики, но и полепшить их. Народжальность – самая высокая за початку в 100 годах. Узровень смеородности сирот новонародженных на узровне развитых европейских краин. Разом с ним это не выключает наявности проблем. По словам медиков, сегодня не могут иметь детей до 15% семейных пар. Только на Гомельщине, на официйном улику, таких парка лет 2,5 тысяч. Причины разные – от спадчинности до экологии и навык нерационального харчевания. Плюс разные захворывания. Правда, оптимизму урачей мкнуться не страчивать. За развитием технологий и заявлением нового обстановления, кажут, шансы на нарожение детей постоянно повеличиваются. Есть новые технологии, которые применяются сейчас в медицине. Это и связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и сахарные диабеты – это эндокринные заболевания. Все эти технологии дают шанс женщине для рождения детей. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Дарыч и загадшица родового отделения Гомельской областной клиничной больницы Алена Пашкевич сегодня станет гостей программы «Деялог». Я на выдео эфир одночасова на телеканалах «Беларусь-3», «Беларусь-4», о 18.01.35 хвилин. Свае пытанье на контдейности областного родильного дома вы можете задать гостя программы, потелефоновавши по номеру промога эфиру «Гомели» 77-68-45. Гомельчане напереды дневеншовали женщин со святом. Что жадали мужчины в этот день? Мы доведались с нашего пытанья на улице города. Я поздравляю от души всех девушек, всех женщин. Мам с 8 марта желаю счастья, любви, здоровья, крепкого, чтобы всегда были красивыми, как эти букеты. Мамам здоровья, чтобы любили своих сыновей, а девушкам, чтобы любили своих парней. Вот так вот. Много счастья, любви, здоровья. Дорогие девушки, мамы, жены. Хочу вас поздравить всех с праздником, с наступающим 8 марта. Пожелать вам любви, весеннего настроения, счастья, здоровья, благополучия. Чтобы в ваших семьях у вас всегда был достаток. В общем, всего вам хорошего. Ну, хочу поздравить их с наступающим праздником, чтобы они были всегда красивые, счастливые всегда, чтобы их любили все время. Ну, и чтобы все их желания всегда исполнялись. Ну, я в первую очередь хочу пожелать маме и любимой девушке, что я очень сильно люблю. И маме успехов, здоровья, всего хорошего. И всем девушкам, женщинам желаю всего самого хорошего, счастливого праздника и успехов во всем, во всем, во всем. Вот так вот. В этот день прекрасно поздравляем жены, мам, дочку поздравляю, счастья, радости желаем. Самое лучшее, что у нас были здоровые. Остальное все мы им дадим. Поздравляем. Спасибо. И на этом наш ранешний выпуск завершенный. У студии працевала Наталья Игнаценко. Я и мои коллеги жидаем вам удалого дня. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин